В Библии есть эпизод, когда Иисус, посетив Иерусалимский храм, изгнал оттуда торговцев. Поэтому вопрос, можно ли продавать и покупать в храме, мучает многих прихожан. Наш корреспондент Наталья Жукова отправилась в храм спаса нерукотворного образа и выяснила, зачем нужны церковные лавки. Лавочка играет важную роль. Прежде чем зайти в храм и что-то сделать, каждый человечек проходит вот эту лавочку. Это как подготовка перед молитвой. В церковной лавке можно приобрести духовную литературу, свечи, крестики, церковные украшения, иконы, узнать расписание служб, проконсультироваться перед таинством крещения, венчанием, подать записки и заказать панихиду. Работник церковной лавки – это первый человек, который встречает пришедших в храм. И зачастую именно от него зависит, с каким настроем люди войдут в Божий дом. Поэтому такому человеку необходимо обладать особыми качествами. Человек, который трудится в церковной лавке, он должен не просто быть образованным, а по крайней мере стремиться к этому. Должен быть с педагогическим внутренним состоянием, то есть помочь человеку разобраться в тех или иных вопросах. Надежда Трутнева – человек опытный. Десять лет трудилась при храме в Путилково. Вот уже четыре года несет послушание в церковной лавке в храме спаса нерукотворного образа. За эти годы повидала разных людей, а поэтому ей приходится быть и богословом, и психологом. Приходит молодой человек, такой весь угрюмый, убитый. Ну, начала, в общем, встречные вопросы. И он так ответил. Да я священников ненавижу, и кто прислуживает в храме, я терпеть не могу. И он начал мне рассказывать, что был он в армии, и у него умер папа. Его не отпустили. Я ходила в храм. Я не знаю, что ему там священник сказал, но так он был просто озлоблен. Я говорю, отец Михаил, вот здесь, говорю, с человечком, по беседу поговорили. Он вышел, подошел ко мне, обнял, поцеловал. И мы с ним немножко поплакали. И ему стало легко, и мне так стало радостно, что он ушел. Вот знаете, он этот камень оставил, и он стал всегда приходить на службу. У прихожан часто возникает вопрос, почему церковная лавка перенесена из здания храма. Те, кто посещает службы в Киевском храме не первый год, помнят небольшой темный закуток в притворе храма, где и располагалась прежняя лавка. Это создавало массу неудобств. Во время праздничных служб, когда храм переполнен, было откровенно тесновато. Однако главная причина переноса лавки, отмечает настоятель храма Михаил Трутнев, нарушение благоговейной тишины. Для меня лично это, наверное, самый основной акцент. То есть в храм человек заходит, и первое, что должно быть, это абсолютное спокойствие, благоговение. И свободная обстановка никакой суеты не должно быть. То есть при входе в храм уже все должно быть понятно, спокойно. Новая церковная лавка расположилась в цокольном этаже дома Причта. В просторном светлом помещении, помимо церковной утвари, есть и уютный кафетерий. Так как она все-таки церковная лавка, она должна помогать человеку практически не только в тот момент, когда он пришел в храм, чтобы подать записки, взять свечи. Бывает так, что, например, люди приехали издалека перед таинством крещения и ждут своих родственников, которые еще в пути находятся. Где-то нужно ожидать. А чтобы ожидания были не в тягость, здесь вам предложат полакомиться свежей выпечкой, выпить горячего чайку или кофе, за чашечкой которого вы обязательно отогреетесь душой в особой христианской атмосфере. В старейшем храме города все на своих местах. Товары в церковной лавке, молитва в храме, а вера в Господа Бога неизменно в душе человеческой. Наталья Жукова, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня». Продолжение следует...